Виолетта Ефименко Все, что касается работы комиссии, через городской совет, через секретариат можно узнавать, кто желает, когда, какая комиссия собирается. 65-я сессия Десногорского городского совета. Вся предшествующая празднику неделя была посвящена русскому языку. Семейный театральный праздник «Пушкинский день» в детском саду «Ласточка». В Смоленске хозрасчетная поликлиника находится на грани закрытия. Более 30 лет учреждения проводят предварительные периодические осмотры. Здесь горожане могут получить справку в бассейн, для учебы, на гостайну, на госслужбу, пройти различные освидетельствования. В поликлинике сейчас работает 50 врачей и медсестер. Прием ведут невролог, окулисты, кардиологи и другие специалисты узкого профиля. Но несколько лет назад хозрасчетной поликлиники Смоленска поменяли форму собственности с муниципального лечебно-профилактического учреждения на автономную некоммерческую организацию. И теперь суд постановил ликвидировать учреждение из-за несоответствия его правового статуса, осуществляемой деятельности. Однако коллектив учреждения надеется, что искать новые рабочие места им все же не придется. В областной суд уже подана апелляция, но дата заседания пока не назначена, и учреждение продолжает оставаться на грани закрытия. 11 июня на еженедельном плановом совещании заместитель главы Александр Новиков вручил благодарственные письма участникам регионального конкурса «Охрана труда глазами детей» и обсудил с представителями инфраструктур текущую обстановку в городе. На региональном конкурсе детского рисунка «Охрана труда глазами детей» отличились три образовательных учреждения – школа номер 2, номер 4 и Дом детского творчества. Именно им заместитель главы города Александр Новиков вручил благодарственные письма. После торжественной части совещание продолжилось в рабочем русле. Вячеслав Сиденков напомнил присутствующим о проводимых гидравлических испытаниях во втором микрорайоне. После праздничных мероприятий, после 12-го, еще на несколько дней минутная работа продолжится, в которой, возможно, смогут ограничения. Все работы проходят согласно графика, и ремонтная кампания в ближайшее время будет успешно завершена. А в школах Десногорска тем временем завершается итоговая тестация, и уже появились первые результаты ЕГЭ. Есть результаты ЕГЭ по географии, литературе и базовой математике, и также есть результаты по ОГЭ – это английский язык, русский язык и общество знаний. В целом атмосфера в городе благополучная. Все организации работают в плановом режиме. Велита Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. На Смоленщине завершился весенний-летний нерестовый запрет. По этой причине было снято большинство ограничений ловли рыбы. В новом рыболовном сезоне разрешается закидывать в водоем больше одной поплавочной удочки или донки. Однако суточный лов рыбы ограничен пятью килограммами на человека. Под запретом по-прежнему остались варварские способы добычи с использованием взрывчатых веществ и электроудочек. По мнению специалистов, ежегодные ограничительные меры положительно сказываются на водных биоресурсах. Благодаря им на Смоленщине не только увеличился общий объем рыбы, но и расширился ее видовой состав. 10 июня в администрации Десногорска состоялась 65-я сессия городского совета. Депутаты обсудили ряд значимых для города вопросов. Подробности в сюжете. Первым на повестке дня депутаты обсудили вопрос о назначении даты отчета главы муниципального образования города Десногорск о результатах своей деятельности и деятельности администрации за 2018 год. Большинством голосов дата предоставления отчета была выбрана 25 июня. Затем обсуждались предложенные финансовым управлением администрации изменения в положении в бюджетном процессе в Десногорске. В настоящее время финансовый отдел предоставляет депутатскому совету ежеквартальный отчет об использовании резервного фонда. Но на сессии начальник финансового управления предложила это делать один раз в год. Новшества депутатская комиссия не одобрила, и положение в бюджетном процессе оставили без изменений. Также обсуждалось утверждение плана работы Десногорского городского совета на второе полугодие 2019 года и утверждена новая схема одномандатных избирательных округов. Вся информация о предстоящем 8 сентября голосовании находится на официальном сайте администрации. Ежегодная спартакиада трудящихся завершилась на Смоленщине. В этот раз она прошла в поселке Холм-Жирковский и собрала более 400 участников. Соревнования в регионе проходили уже в 40-й раз, и в этом году они были посвящены 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина. Сборные команды 27 муниципальных образований Смоленщины приняли участие в финальных соревнованиях по пяти видам спорта – метанию, уличному баскетболу, гиревому спорту, перетягиванию каната и соревнованию спортивных семей. Все участники – работники различных сфер деятельности, кто-то учитель, кто-то водитель трактора. Но всех их объединяет любовь к спорту. За время соревнований было разыграно 12 комплектов наград и определены победители в общекомандном зачете и личном первенстве. Призеры спартакиады будут представлять Смоленскую область на всероссийских соревнованиях, которые традиционно будут проходить в июне. Проект «Любовь к слову» в детском саду «Ласточка» помогает детям воспитать любовь к чтению, классической русской литературе и грамотному русскому языку. На одном из мероприятий проекта побывала наша съемочная группа. Детский сад «Ласточка» победил в международном грантовом конкурсе православной инициативы «Мы говорим по-русски». Своим проектом «Любовь к слову» учреждение стремится воодушевить юных горожан к чтению, привить любовь к красноречию и в целом к русскому языку. На протяжении недели воспитатели детского сада устраивали познавательные и интересные мероприятия для детей. Выставка книг, развивающие игры и оформление литературной газеты. Феналом познавательной недели стал Пушкинский день. Мы Пушкину наш праздник посвятим, наполним сам чудесными стихами. О Пушкине сегодня говорим. В этом творческом театральном празднике дети погрузились в атмосферу сказок великого поэта. Примерить на себя роль персонажа повести не только интересно, но и познавательно. Проект поможет нам воспитать любовь к чтению, классической русской литературе, грамотному, красивому русскому языку, к нашей богатой духовной традиции и сделать так, чтобы книга вернулась в каждый дом. Награждение – также полноценная часть праздника. Семейным коллективом, который принял участие в конкурсе «Послушайте я сказку вам скажу», были вручены грамоты и памятные подарки за плодотворные результаты. Дети совместно с родителями были актерами и главными героями своих же авторских сказок. В Смоленске на базе Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования прошла научно-практическая конференция. Мероприятие посетили десятки специалистов, среди которых врачи из 18 регионов Центрального федерального округа – Новосибирска, Калининграда, Беларуси, а также гости из Австрии, Швейцарии и Германии. Главной темой обучения было повторное эндопротезирование суставов. Вместе с коллегами из крупных клиник страны знаменитый ортопед Рашид Тихилов провел показательную операцию на мастер-классе. Случай был сложный и пациентке необходимо было повторно заменить тазобедренный сустав. Но индивидуальный подход и тщательная подготовка к операции показали блестящий результат. На базе центра регулярно проводятся семинары и встречи врачей-профессионалов, которые делятся друг с другом практическими наработками. Музыка повсюду и даже на воде. В Центральном парке Смоленска на днях появится плавающая сцена. Как сообщил директор Лопатинского парка Дмитрий Самохвалов, сейчас конструкция проходит финальную стадию подготовки. Первые пробные концерты на воде пройдут уже 14 и 15 июня с 19 до 22 часов. В это время в Центральном парке культуры и отдыха с плавающей на воде сцены будут слышны живые звуки – виолончели, саксофона и фортепиано. Музыка И коротко о погоде. 14 июня в Десногорске переменная облачность, временами грозы. Воздух днем прогреется до плюс 29 градусов. Ночью температура составит 18 градусов тепла. На этом наш выпуск завершен. Больше интересных новостей на нашем сайте desnadefestv.ru, а также в наших официальных группах, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. С вами была Виолетта Ефименко. Всем хорошего настроения и только позитивных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова